В Славянском районе немало настоящих мастеров-ремесленников. Они стараются, чтобы порадовать славянцев результатами своего творческого труда. Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, которая прошла в Северном парке, приятно порадовала глаз посетителей красотой и разнообразием изделий. Северный парк – это любимое место отдыха для многих славянцев и гостей города. Он привлекает не только своими возможностями отдыха и оздоровления, но и интересными культурными мероприятиями. В их числе выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, которая давно уже завоевала авторитет среди ценителей. Тут представлены авторские изделия из камня, дерева, картины, куклы и многое другое. Многие из них уникальны, потому что существуют в одном экземпляре. Удивительные изделия славянских мастеров привлекают внимание тем, что сделаны они от души. Занимаюсь этим примерно лет семь. Как пришла к этому творчеству, затрудняясь сказать, оно как-то получилось само собой. Натуральная шерсть окрашенная, вискоза – это искусственный шелк, он блестит красиво на солнце. Вот такие вот разные домовята, допустим, есть, феи, брошки, заколки. И вообще шерсть – это такой материал, он многогранный, он практически не имеет ограничений по воплощению в жизнь. Я считаю, что это самый тёплый материал из всех, который может быть. Да, мне нравится, что, допустим, есть в голове какая-то готовая задумка. Но процесс работы, оно понимает, что там надо добавить, там изменить. И оно получается абсолютно уникальные вещи, даже если делать по какому-то эскизу, делать по чьей-то, допустим, другой работе, как образцу. Но в любом случае получается что-то своё. И, да, получать оценку других людей, что вот, да, такая красивая работа, да, вот она интерьерная, да, она уникальная, живая. Это, конечно, приятно. При лавкам и стендам с работами мастеров всё время подходят люди. Они интересуются, как сделано то или иное изделие. Народные умельцы редко скрывают свои секреты. Другое дело, что не всё так просто можно объяснить. За работами мастеров годы учёбы, поисков и напряжённого труда. Я надеюсь, что творчество наше будет процветать и люди будут украшать жизнь нашими предметами – искусство, творчество, ремесленности. Ну, вообще, да, человек должен всегда развиваться и идти вперёд. Поэтому от простого рисунка, от точечной росписи я немножечко перешла в сторону нашего народного, русского, исконного, животворящего творчества. Это Вологодская роспись. Вологодская, Урало-Сибирская. То есть то, чем живёт всегда наш русский народ. Это от всего сердца. Ну, я надеюсь, что то, что я вкладываю в эту работу, вот, сердечную, любовь свою, всё, ну, кому-то принесёт радость, кого-то украсит. Не остались без внимания и маленькие славянцы. Для них была подготовлена танцевально-развлекательная программа, в которой активно участвовали и волонтёры культуры из клуба Лига Добра. Ростовые куклы в виде персонажей любимых детских книг задавали весёлый настрой, и детвора охотно танцевала вместе с ними. Конечно, большой интерес у ребят вызвали и живые игры, которые также были представлены в программе. Выходные в Северном парке у юных славянцев прошли весело. Есть что вспомнить. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».